Торговец контрабандой, брат Редо, только к тебе. А чё ты не к Редо пришёл? Ты живёшь в селе, в километре от дороги. Вот тебе и не навещают твои братья. Чё-то как-то жизненно. Потому что я тоже в селе живу, в километре от дороги. Котики, котики. Так. Нет, я не могу. Он кресло можешь им продать, кстати, по 180. Один раз я уже проигнорил котиков, второй раз я не могу этого сделать. У него деньги кончились. Алло? Деньги кончились у торгаша, ты чё делаешь? Офигеть. Просто барахла на 5 кусков. Синткань у него 7 соток можно купить, но мы выяснили, что она так себе. Она же не нужна. Кстати, мы так дьяволотник-то и не исследовали. Дьяволонитник. Да, но это в процессе. Так, ну что ж, всем здорова, с вами, как обычно, Слава Сэлла Максим Крюджи ТВ. Да, всем привет. И моя идеальная колония, она уже вот прям здесь. Опа. О, быстро. Мы хотели транспортные капсулы, я думаю, это пригодится. Давай, да. Это очень важная технология. Ааа, блин. Фак. Что? Для него нужно кресло поставить. Мне теперь опять нужно будет рандомить кресло отличного качества. Опа. Приехал. Ого. Слушай, на 5 тысяч. Можно, короче, только этим и заниматься. Типа, снимать легкое у рабов и обратно вставлять. Что-то я не понимаю, как работает этот сканер. Она пришла, села и пошла опять готовить. Ну, и он ищет. Постепенно. Или ты думал, как она сядет, сразу тебе событие, иди собирай. Я просто думал, там есть какая-то полоска. Полоска поиска. Ну, это да. Полоска поиска была бы неплохой. Ну, раньше он вообще работал фоном. То есть, не нужно было сидеть и что-то там искать за ним. У меня агрессивные животные. КОБРЫ 20. Ну, мы так-то 19 уничтожили. Так что нам двадцатка, это не страшно. Да. Звук, конечно, от них. Полное дерьмо. Реально, это не кобры, это какие-то собаки. Ой. Короче, кобры пришли, просто тебе сталь потратить. Да. Ой, е-е-е-е. Гумалупа. Реально, Хортон просто с одной тычки ее вырубил. Да. Такое. Все ловушки сработали. Спасибо. Ну-ка, ретапнул десятый. Ретапнул десятый. О, Артур сделал шедевр. Офигенно. Я, кстати, так и не посмотрел, сколько шедевр дает. Вот. 1.16 комфорт. У нас с Северным Содружеством почти упали отношения до обычных. Ой, да. Ну, мы все равно с ними взаимодействовать не можем, так что. И они что-то в последнее время нам помощь не отсылают. Никогда. Надо будет солнечные панели изучать. Я как раз, надеюсь, вулканическая зима к этому времени спадет. Сколько она там уже? Тридцать дней, господи! Тридцать дней уже длится вулканическая зима. Ужас. Короче. Все. Я пошел. Налет. Механоиды! Но тут только три почему-то. Нет, 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 нет. Сверху еще двое. И слева я видел еще группа была. Еще двое. А ловушки-то не достроены после кобр. Нормально, 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 нормально. Есть такие подозрения, что... Оп, один прошел. А, тут еще ловушки. Нормально. Все? Все? Да. Хорони, ребят, коробочка. Все, не забудь перевооружить обратно. Заросли амброзии у тебя. Ну и правильно, у тебя наркоманы. А у меня амброзия. Спасибо. Так, сражение за сражением против наркоманов. Так, нет, давай, наверное, сразу близко. А слона? А слона некуда, но я попробую его сюда отправить. Я хочу, чтобы было место для отступления, но не слишком близко, чтобы подходить. Оп, кто-то вылез. Ага, и они нападают. Стрис просто на смерть. Да, автомат такое. Ну, неплохо. Он наполучал уже. Нерс. С автоматическим дробовиком, кстати. Очень опасно. Так, давай-ка сюда. Фокс отмокровало. И слон опять, видишь, он убегает. Че-то мне кажется. Я зря сюда пришел. Да это, они просто не попадают по нерзу, потому что. Еще в этом проблема. Ты видишь это? Они как будто не такие косые должны быть, но они не попадают, и все. Все, тут тупо. Ты видишь, ни одного попадания. Крис без рук остался, или что это такое? Правая рука минус. А почему он вышел из боевого режима, кинул оружие? Да. Не, это судьба, короче. Видишь, без какого-то козыря в рукаве просто... Не зачищаются такие точки. У тебя стоит три человека, нет никаких животных, по тебе стреляют десять человек, и все. Ну, теперь мы знаем полезность слонов. Что если без слона, то супер туго. Ну, это как бы жопа. Ну, колонисты должны прийти, конечно, новые. Не, ну, смотри, даже написано в плену у фракции группа убийства. Пираты. Угу. Ох, короче, надо доставать генератор пси-импульса для животных, и идти искать в пиратское поселение. Я, кстати, не знаю по поводу, почему ты не сбегал за ним. У тебя восемь с половиной тысяч серебра, как бы... Ну, почему я не сбегал? Я вон сейчас бегал. Сейчас, тушь немножко поздно. Все, я добегался. Пришел домой, а футболка сухая не пахнет. Мм, трумбычи. Сейчас я на вас отыграюсь, мрази, да? Не то слово. Смотри-ка, не заагрелся. Лёль. Слушай, какой-то стрёмный трумба. Он ко мне прибежал, но не заагрелся. Я его боюсь. При этом ты ему мозг, огнестрельное ранение, да? Да есть, а он все еще. Мозги ему отстрелил он. Может, ты ему реально отстрелил просто мозг и все. Так, а что у тебя метод операции? Че ты ему... Так я сердце меняю, а поупу. Ага, точно ты сердце принес. Чуть не накосячил. Аптечки не те? Да, как всегда. А куда он пошел? К нам пошел. Скармливает вкусное блюдо. Зачем? Потом покормишь. Если будет кого. Так, а ну цыц. Ага. Ага. Вот оно что. Ну, что сказать? Шанс успеха операции 109%. Пожар. Молния у тебя. Горит верблюд. Что? В верблюда молния упала. Кстати, блин, я забыл. Трумбычи. Ой. Ой. Тогда выход на первый. Мне страшно. На. Слушай, Артур у меня какой-то слишком хороший. А, так он же у меня животновод и с хорошим дальним боем. То есть он хороший охотник, потому они не агрятся. Ну, ничего-ничего-то. Погоди. Вот. Ну, ты их уже прокосал, да. Не, ну тут реально я и по одному, и по второму много раз попадал. У тебя чуваки так между ветряками там именно ходят. Как в тюрьме. Так, ну ты не туда. Ты и в киллбокс, тут чуваки тебя встретят. Так, а я пойду второго агрить. Тем временем. Угу. Ясно, ему пофиг. Какой другой трумбочек тебе идет? На! Что? Шесть часов и смерть. Слушай, тут выстрелы четыре, наверное, пони... Хотя, может быть, чуть больше. Тупо взял и убил. Соло. Божечки ты мой, Артур. Мне кажется, он сейчас в соло всех троих трумбочей уложит. На. Так, не, вот это опасно. Вот этот выстрел я не хочу делать. Мм. Трумбыч. Есть что сказать? Остоловист. Не. Пф. В жопу прям. 17 часов и сдохнет. Я еще нижнего хочу. Этот не загорелся. Они такие пусечки. Блин, так он не обратно. Опа. Предложить укрытие. Ой, хинь, хинь. Ладни сам ее вот. Ой, больная спина. Ммм, неприятно. Жадность, медлительность, жуткое дыхание. И она прижний бой и... Бэ, короче. Да, такое совсем. Отдай просто ее на корм. Ну, этот кланец тебя просто заруинит. Ммм, я знаю, что я сделаю. С лайчем. Беги сюда. В рукопашную трумбу? Да, я хочу трумбы загорить в рукопашку. Так, а вот и пираты. Все, можешь начинать бить трумбы. Ух тут, ракетница судного дня! Боже мой, я... Почему я постоянно трумбычами отбиваюсь? Уже в третий раз. Ну как отбиваешься? Да посмотрите, что там происходит. О, а минус ракетница. Ой, минус две ракетницы. Ееееееть! Еще одна ракетница. Троечка, да. Боже мой, у них три ракетницы было. Это жесть. Ты же понимаешь, что это просто халява. Если кто-то выживет, не забудь на почке разобрать и прочее. Угу. И одежды у них много хорошие, если что. Так, стой, вот там босс... Правда, они умирают. Там босс бежит. Мне что-то хочется. Психопат грубый. А у тебя есть копье? Ремесло. Да, 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 я смотрю. Да. Ну вообще вот еще о Blackjack ничего. Ладно, пока что подумаем. Там посмотрим, кто из них выживет. А то я прям всех хочу. Рисы, кажется... А, нет, выживают. Пускай поближе подойдут. Может быть, они просто сами упадут. Там, бэдн, допустим. Вроде бы неплохой был. А ты как бы ничего не это не подготавливаешь? А что мне подготавливать? Они... Многовато слишком. Он смотри, сколько ловушки. Стой, 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 ты не отжимай, ты что? Я не отжимал, в смысле, я наоборот паузу поставил. Вот именно, я ее поставил, а потом ты нажал, и она убралась. Короче, выбирай. Так, а кстати, у меня же много кого потерялось. У меня фермеры... Ооо, фермеров нету. Вообще. Все, фермер. Тут кто-то был. Нужен фермер. Блин, у них у всех ноль растеневодства. Тупо ноль. У всех. И Лэч выжил. Так, я, короче, пробую рису, если она не успеет уйти. Мне вот она понравилась. Так, я хоть то копье заюзал. Но я, наверное, не успею. Слишком далеко. Ой, а куда они идут? Так, Хан, Артур. На позицию. Да, риса не успели. Так, значит, кто там был? Нортон или Ойген, наверное. Но Ойген тупо горняк, и за счет космопехотки его можно взять. Блокджек неплохой под ремесло, но у меня ремесленников хватает. Разве что он медик. Бери Нортона. Значит, Тортона возьму. Нортон. Ну что? Оп. О чем загорился? Мы ему спалили мозги, мне кажется. Ожоговый рубец. Да, блин, мы ему спалили мозги чуть-чуть. Хотя не сильно мы ему спалили на чуть-чуть. 9 из 10. В смысле? Сознание максимально 10%. Так это то, что да. А, это из психического шока. Да, то, что мы заюзали. А заменить ему мозги потом можно? Как ты мозги заменишь? Нет. То есть будет 90 просто. Ну, в целом, только если не сгорит. Ой, этого не успели. И этот сдох. У него еще бодриновая и психиновая зависимость. Я уже не знаю, спасать его или нет. Смертельные болезни у Летч. А, она выжила? Подожди, а сколько ей осталось там? Два часа? Два часа. Ай, даже раздевать не хочу. Что? Блин. Ну, она нам все равно не нужна. Но просто у меня бионический позвоночник был. Так подожди, у нее... А, у нее в позвоночнике больная спина. Да. Она боец как бы нормальный. Фак. Она все равно плохой колонист. Нет. Даже не расстроить. Нет, она хороший колонист. Гонишь плохой. В смысле, где медлительность, жадность, жуткое дыхание не может ничего, кроме животноводства и медицины и боя. При том, что все остальное у тебя есть. Она хорошо, она боец. Она просто боец. Да на кожаной дуде она игрец. Я, короче, попытаюсь спасти. Ну, то есть, смотри, мы открываем вкладку работы, у меня, в принципе, все есть. Мне не хватает только фермера и вот бойцов, чтобы ходить на какие-то квесты и прочая фигня. Нормально, я ее спас. Правда, у нее еще и кисти нету. Ну, у меня есть протезы, если что. Руки, две штуки. Ну, это простые у тебя. Я знаю, что они теперь думаешь. Ну, а что делать? До бионики мы скоро доберемся. Мне кажется, скоро мы после солнечных батарей можно просто взять, начать исследовать бионику. Там, высокоточку и бионику. Да. Относительно быстро справимся. Псикорабль. Да божечки, как будто мне проблем не хватало. Еще и психкорабль. А у тебя, да? Да, в колонию. Причем, где упал, ты посмотри. В колонию упал. Добрый, но глупый, блин. С этим вранением. Точняк. Все, я его вербую. Что такое? Пленник. Только не вербую, а слабить сопротивление. Пока он под зависимостью. Пускай он будет у меня пленником. У нас же сыворотка исцеления есть. Она может вылечить ему мозг. Вот, и все. И no problem. Мать твоя. Ага. Это мехи. Так, еще раз. Гусинцы что-то не агрятся, нифига. Там страус с ума сошел один. Сейчас гусеницу нагнет. Да уже. Короче, ты всех, кроме гусеницы, получается, сейчас здесь завалишь. Угу. И ловушек даже еще много осталось. Живучая пипец, ты посмотри на этот бред. Гусеницы какие-то просто невероятные. То есть она впитывает просто нереально. Да. Но главное, что она не попадает. Стена защищает идеально. Тупо три выстрела и все три в молоко вообще. Ни одного попадания. Отлично. Вот, и компонентики упали. Смогу достроить пусковую установку с транспортной капсулой. Токсичные осадки. Ёп твоё. А, господи. Сказал, электричества все равно не хватает. Я построил солнечную батарею. А у меня ведь вулканическая зима длится уже 36 дней. Теперь еще и токсичные осадки. Боже мой, такая срань. Я деревья только высадил. Блин и амброзия и мои две штуки. Все, короче, сгинет. О, боже мой, питомцы. Я чувствую, я после этой токсичной зимы... Блин, может мне всех питомцев к тебе перевезти? Ну, если есть желание, давай. Пусть гуляют. Что, у меня они не выживут. Хотя я помню, что с твоими петушками случилось. Я не хочу доверять тебе своих куриц. Да, мне они тоже нахрен не упали. Какой же зеленый кислотный. Нет, все, больше терпеть нельзя. Да, зеленый кислотный. Поэтому хан уже страдает постепенно. Токсичные осадки набираются на нем. Что? Блядь, еще и мультиплеер залагал. Ой, как я ненавижу такое. Что, нет, ничего не вижу. Скорость перемещения, вес. А-а-а. У тебя не работает? Да. У меня работает. Хотя запас еды бесконечно, потому что я никого не выбрал. Что выбрать? Всех животных? Ага. Не, ну это тупость, конечно. Да, всех животных. Хана. Так, что еще? Хан? Еды. Десяточку. С собой взять. И все, наверное, тебе больше ничего не надо. Наркоты могу тебе принести. А, у меня не отметилось, что ты взял. Наркоты? Да? Моим наркоманам? Спасибо. То, что нужно. Караван фри был. О, а это поселение неограбленное. Ну ничего, сейчас мы все исправим. Ну, сходи, сходи. Стоп, стоп, не иди. Не закрывай. Больничная кровать шедевр. Я хочу посмотреть на процентики, как минимум. 126. Можно купить. Шанс успеха операции. Нет, ни о чем. Ну да, я имею в виду по сравнению с легендарным этим, ни о чем. Ну смотри, тут же еще качество лечения 10% она дает. Может мне больничную кровать взять отличную? Отличную. Шедевр сразу. Если брат, то только шедевр. Нафиг тебе отличная. Хан. Ой, слушай, он пока собирал. Тут уже токсичное отравление 34%. Тут у петушков у всех уже по 30 курочек. Очень быстро набегает. И он, получается, целый день не под крышей ходил, собирал их всех. 13 штук пока соберешь. Еще два котика, слоник, верблюда. Проблема в том, что у тебя очень много животных. Да их почти нету у меня. Не знаю я о чем-то. Всего штук 30. Редкие трумбы у меня. В этот раз у тебя уже. Ой-ой-ой. Это ты че? В смысле? Ну, я просто пошел и двинул ему. Двое загрелись нынче. Ну, ясно. Подставил мы его хана. Они же... А он еще... А, он только пришел. Да. Так, всех в области животных. Пипец. Просто сколько животин. Ты посмотри на эту хрень. Не дает ему пройти. Но блочит. Ой, получай, слон. Видишь, как зигзагом по ловушкам ходит. Нормально. А, нормально. Все. Да у нас сегодня на самом деле все было достаточно просто. Не считая жидкого обосрамса от некого человека, на которого мы тыкать пальцем не будем. А такого, чтобы нас сегодня закидало какашками, Кассия, это странно. Где говно? Набрасывай быстрей. Я думаю, она набросит в ближайшее время. Я еще пожалею о том, что я это сказал. Не, ну она в принципе набрасывала по чуть-чуть. Но как-то это просто было относительно беспотекто. Мы уже к этому привыкли, да. Мы уже с этим могем справляться. Хотя как она нам не набросила говно? У тебя как бы вулканическая зима плюс токсичные осадки. Это ли не говно? Просто из-за того, что у меня этого нет, мне как бы нормально. А у тебя там Аллах Акбар. Ну это, знаешь, это как и у тебя тоже только начало все хреновенько становиться. Тебе тоже там... А, тебе вот как раз тогда я вулканическую зиму накинуло. Типа Кассандра видит, что ты даешь слабину и пытается тебя добить. Вот так же и у меня сейчас. Кассандра видит, что я потерял трех. Я потерял колонистов, сразу троих. Просто за секунду вообще на пустом месте. Хотя не должен был их терять ни при каком раскладе. И вулканическая зима 38 дней, боже мой. Почему так долго? Почти 40 лет. Реально, просто не кончается. Ну ладно. В общем, все. Всем спасибо, кто был с нами. До скорых встреч. Не погибайте, как колонисты. Пока-пока. Ханна, я у тебя время наставлю. Да пусть. Прокачай садовничество. А, кстати, надо будет ему убрать садовода. Я себе нового потом где-нибудь найду. Да? Пошарюсь по карманам у пиратов. Где-нибудь разрешу. На предмет почек, печени и садовода? Да-да.